Добрый день! Вы смотрите новости в студии Екатерина Булучевская и коротко о главном к этому часу. Для будущих медалистов в Омске по поручению губернатора построят новую школу, где появится образовательное учреждение. Выход в офлайн. Когда студенты смогут вернуться в вузы? И почему дистант подходит далеко не каждому школьнику? Родители должны понимать, какую они ответственность на себя берут, потому что объективно невозможно с вашим ребенком отработать полный урок так же, как со всем классом. Об особенностях удаленного обучения в эфире 12 канала рассказала глава Минобра Татьяна Дернова. Дым вне закона. Народные ревизоры проверили городские кальянные. Вздохнуть с облегчением. Людям больше не придется дышать по расписанию. В 17-й городской больнице празднуют маленькую победу. Кислородом оснастили все койки. И четвероногий интеллектуал, золотистый ретривер, провернул хитроумный трюк и стал звездой ТикТока. Одной больше в Омске появится новая школа. Построят образовательное учреждение в микрорайоне Серебряный берег. Это на Красном пути. Новостью в своем инстаграме поделилась мэр города. Оксана Фадина написала, что о необходимости школы именно в этом районе неоднократно писали о МИЧИ. Этот вопрос часто задавали и в эфире программы «Диалог с губернатором». И вот Александру Буркову удалось убедить владельца участка, насколько важен этот социальный объект. Собственник передал 20 тысяч квадратных метров земли в пользование города бесплатно. В конце следующего года начнется проектирование новой школы на 1100 мест. К тому же мэрия планирует принять участие в отборе нацпроекта образования, чтобы получить финансовую поддержку на строительство. Оксана Фадина призналась, что очень рада решению этого вопроса и поблагодарила губернатора за поддержку. Смогут ли омские студенты вернуться в вузы на следующей неделе? Этот вопрос представители Министерства образования вынесут завтра на заседание регионального оперштаба. Об этом в эфире радио «Монте-Карло Омск» заявила Татьяна Дернова. Глава ведомства рассказала, как ребятам удается осваивать знания в дистанционном формате. Напомню, на удаленку учащихся вузов и техникумов перевели еще 9 ноября. Учиться из дома предпочли 1243 школьника. В основном это подростки со слабым здоровьем и дети, в семье которых есть пожилые родственники. Чтобы остаться дома, родителям достаточно написать заявление. Родители должны понимать, какую они ответственность на себя берут, потому что объективно невозможно с вашим ребенком отработать полный урок так же, как со всем классом. Но при этом учителя консультируют, проверяют задания, которые им высылаются. Мы даже и не в дистанционном формате проверяем, как ребенок выполнил задания. Мы все, наверное, с детьми рядом сидели. Кто сидит, кто не сидит. Мне ребенок пересказывал параграф, задавала вопросы после параграфа. Он решал, я это проверяла. Дым вне закона. В Омске народный контроль нагрянул в кафе и рестораны. Активисты проверили, дымят ли в заведениях. Напомню, курение кальянов и использование вейпов в общественных местах запрещено. Федеральный закон действует с 30 октября. Так, в одном из заведений проверяющие почувствовали специфический кальянный аромат. Но сам процесс употребления курительной смеси зафиксировать не удалось. Владельцы точки общепита утверждают, что с момента действия запрета подобную продукцию не реализуют. Добавлю, дымить можно только в специальных заведениях, где не предлагают еду и напитки. Если речь идет о кафе или ресторане, то для легальной работы кальянной зоны должен быть оборудован зал с отдельным входом. В данном заведении, непосредственно мы сейчас, когда посещали, обратили внимание на то, что общие требования соблюдаются. Ну и, соответственно, администрация, руководство и собственники данного заведения проинформированы о том, что закон ограничивает потребление табака и на каких основаниях. Добавлю, что за нарушение антитабачного законодательства предусмотрен штраф для индивидуальных предпринимателей до 40 тысяч рублей, для юридических лиц до 90 тысяч. К слову, сегодня прекрасный повод, чтобы отказаться от вредных привычек. Во многих странах мира день отказа от курения. Его отмечают ежегодно в 3-й четверг ноября. В этот день проводятся просветительские акции и флешмобы, которые призывают людей расстаться с вредной привычкой. Тем более, что она, и это доказано, укорачивает жизнь. По статистике Всемирной организации здравоохранения в мире 90% смертей от рака легких, 75% от хронического бронхита и 25% от ишемической болезни сердца, обусловленных курением. Для того, чтобы помочь заядлым курильщикам отказаться от сигарет, в мире разработаны десятки программ. Новым мэром Калачинска стал Алексей Басов. Кандидатуру управленца утвердили депутаты местного горсовета. Басову 39 лет, он окончил Сибади, несколько лет работал в сфере молочной торговли, а в сентябре 2019-го впервые вошел в состав органов местного самоуправления. Напомню, прежний градоначальник Александр Черняк ранее написал заявление об увольнении по собственному желанию. Экс-мэра в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля задержали сотрудники госавтоинспекции. Будут выращивать деревья ценных пород в центре Омска, а скульптуру лебедей заменят ротондой. Концепцию преобразования участка Дендросада имени Генза опубликовал один из информационных порталов. Проект пока черновой, как отмечают авторы, будет дорабатываться с учетом мнения мечей. Массовых мероприятий здесь проводить не будут, но зато организуют несколько функциональных зон. Вокруг озера обустроят деревянные платформы, а на месте бывших теплиц разобьют питомник, саженцы из которого украсят улицы Омска. Напомню, создать рекреационный комплекс планируют в районе Старозагородной рощи. Его судьбу вынесут на общественные слушания, как только позволит эпидемиологическая обстановка. Тевридский район ушел на карантин. Ограничения здесь вели из-за угрозы распространения смертельно опасной инфекции. Региональный Россельхознадзор выявил у одной из лес бешенства, а это серьезное вирусное заболевание, которое передается в том числе и человеку. Теперь в районе запрещена торговля домашними животными, проведение выставок кошек и собак, а также вывоз зверей за пределы района. Карантин будет действовать до 6 января следующего года. 200 из 200 в 17-й городской больнице сегодня празднуют маленькую победу. Кислородом здесь оснастили все койки. Теперь пациентам с серьезным поражением легких не придется дышать по очереди. Больные сюда поступают в основном по скорой. В ноябре в стационаре оборудовали 90 дополнительных мест, и сегодня кислород подключили к последним 16. Анна Черных пообщалась с пациентами и увидела, как монтируют новые точки. Оксана Бородина поступила в стационар неделю назад. Высокая температура, слабость, кашель, одышка. То, что это коронавирус, девушка поняла сразу. Говорит, ни с гриппом, ни даже с пневмонией, которую подхватила пару лет назад, ковид-19 не сравнится. Пациентку сразу же обеспечили кислородом. Дышать в лечебных целях до сих пор приходится по 16 часов в сутки. В одном положении лежа на животе. Впрочем, Оксана говорит, это куда лучше, чем бороться с вирусом за каждый вдох. Вот иду, все, два буквально вдоха и прям вот падаю. Вот прям невозможно. И температура 39, и в голове как будто вот сейчас все взорвется. У вас сколько поражений? 25, но для меня это очень тяжело было. А с кислородом как? Что меняет? Ну, конечно, полегче. Да, и легкие. Вот мы лежим, раскрываются. То есть очень хорошо помогает. В городскую больницу номер 17 пациенты поступают в основном по скорой. У большинства поражение легких 50%. Впрочем, врачи говорят, состояние больных зависит даже не от этого, а от наличия хронических заболеваний. Ишемическая болезнь сердца, ревматоидные артриты, сахарный диабет. Последний диагноз, самый распространенный и самый опасный. Пневмония у таких пациентов протекает гораздо тяжелее. Кислород нужен постоянно, особенно первое время. Поэтому вот они сами говорят, что пока лежу, ничего. Ну, чуть встал, и уже все, слабость. Мы понимаем, страдают легкие, значит, меньше кислорода. В крови идет гипоксия ткани, гипоксия мозга, гипоксия сердца, печени. То есть кислородное голодание. Вот тот, когда попадает под кислород, в принципе, в течение ближайшего времени они уже все отмечают улучшение общего состояния. В ноябре в городской больнице номер 17 увеличили коечный фонд. Со 110 до 200 мест. Но чтобы подключить к кислороду все, потребовалось время. И вот сегодня здесь оборудуют последние 16 точек. В этой палате лежат 4 человека. Кислородом оборудованы только 2 койки. Так что пациентам приходится дышать по очереди. Сегодня проблема будет решена. Специалисты оборудуют кислородом оставшиеся 2 места. И людям больше не придется дышать по расписанию. Уже сегодня в каждой палате кислород будет литься рекой. И даже на время работ перекрывать его пациентам не стали. Где-то очень много пациентов, которых невозможно отключить, перевезти. То есть это неудобство монтажа и так далее. Ну приспосабливаемся, договариваемся. То есть где-то ждем и работаем. То есть нам без разницы, хоть днем, хоть ночью. Лишь бы дали возможность работать. А пока специалисты устанавливают оборудование, главный врач проводит обход. Рассказывает, еще неделю назад сама лежала здесь с 30-процентным поражением легких. Так что уверяет, как чувствуют себя пациенты, знает не понаслышке. И старается как можно больше времени уделить каждому из них. Такая строгость во благо. Это понимают пациенты, которые буквально наперебой хотели дать интервью. И сказать докторам и медсестрам огромное спасибо. Поделиться тем, с какой невероятной чуткостью и вниманием относятся к ним медики. И наша съемочная группа предоставила им такую возможность. Я обычный простой человек, но отношения, знаете, как к английской королеве. Вот просто замечательно. Я хочу этим людям, которые вытаскивают нас из этого болота, из этой страшной болезни, рискуя своим здоровьем, рискуя своим, ну не знаю, самым дорогим, это здоровьем, конечно, и временем, и всем. Я желаю им огромного здоровья и просто вот всего самого наибольшего. Анна Черных, Дмитрий Хромцов, 12 канал. К праздничному столу 10 тысяч омских семей в течение месяца получат продуктовые наборы. Речь о многодетных, малоимущих, неполных семьях и тех, в которых воспитываются дети-инвалиды. В преддверии Нового года им бесплатно раздадут провиант. Совместную акцию организовали региональное министерство труда и сеть популярных магазинов. В продуктовом наборе около десятка позиций. Это крупы, консервы, мука, подсолнечное масло и сахар. Часто нарушаешь, лишаешься прав. За такое наказание при повторном нарушении ПДД высказывается большинство мячей. Крупный автомобильный сайт провел исследование. 32% опрошенных поддержали инициативу ввести бальную систему штрафов. Еще 28% ответили скорее да. Таким образом, за внедрение выступили 60% жителей Омска. Результаты всероссийского голосования поделились практически поровну. Однако большинство, 52%, выступило за инициативу. Некоторые автолюбители считают неэффективным забирать только права. При наличии транспортного средства нарушитель может сесть за руль и без них. Напомню, в начале октября глава МВД выступал за увеличение размера штрафов при повторном нарушении. Правда, пока санкции остались прежние. Самый умный пес, золотистый ретривер, проявил недюжинный интеллект и стал звездой интернета. Ролик с четвероногим появился в сети совсем недавно, а на сегодня его посмотрели уже более 9 миллионов человек. Владелец пса попытался воссоздать флешмоб, ставший массовым в начале этого года. Его суть в том, что родители оставляли всякие вкусности перед своими детьми и снимали, как те пытаются их не съесть. Хозяин решил проделать то же самое со своим ретривером. Парень положил угощение на стол и проинструктировал пса, что тот не должен съесть лакомство. Но когда молодой человек ушел, четвероногий тут же съел питательный подарок. А после, чтобы хозяин ни о чем не догадался, достал второе, точно такое же угощение из комода и положил на стол. Самое забавное, что ретривер чуть не провалил план, забыв закрыть ящик. Но быстро сориентировался и еще до возвращения хозяина подтолкнул его лапой. Пользователей позабавило, что питомец обманул своего хозяина, притворившись терпеливым и честным. Омский авангард сегодня проведет встречу с Нурсултанским Борысом. Последние две игры наши соперники провели также дома и обе завершились неудачно. Сначала они крупно уступили Минскому Динамо 1-4, а затем по булитам проиграли Магнитки 1-2. Казахстанцы расположились на восьмом месте в конференции и ведут борьбу за попадание в плей-офф, в то время как наша команда уверенно идет в лидерах на Востоке. А мячи прибыли в столицу Казахстана почти в полном составе, за исключением травмированного Максима Чудинова. Отмечу, что на выезд отправились сразу трое вратарей – Игорь Бабков, Шимон Грубец и Георгий Дубровский. А значит, тренерскому штабу предстоит сделать нелегкий выбор стража ворот на игру. На чьей кандидатуре остановится Буб Хартли узнаем уже в 19.30. Прямую трансляцию матча смотрите на 12-м канале. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях – ВКонтакте, Инстаграме, Телеграме, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12-й канал.ру. Там же мы выкладываем и полные выпуски программы «Час новостей». Оставайтесь с нами. Клиника «Эксперт» дарит скидки до 40% на комплексные исследования МРТ. Запись по телефону 790414. Специально к закрытию дачного сезона. Острейшие японские пилы, сверхмощные секаторы, компактные универсальные тяпки и незаменимая шинковка для капусты. Все это на выставке в ДК Молунцева с 19 по 22 ноября. Омск Сайдинг Инвест. Окна и двери из ПВХ и алюминия. 999-222. Спонсор прогноза погоды – ООО «Маслосыркомбинат Тюкалинский». Сибирские продукты с любовью и заботой о здоровье. Завтра, 20 ноября, в Омске переменная облачность. Температура в ночные часы до минус 14. Днем 10-11 градусов ниже нуля. В районах также облачно. Ночью термометры покажут минус 9-11. В дневные часы до минус 8. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба. Все началось с него. Масло, созданное в Тюкалинском районе еще в 19 веке. Наше масло считалось эталоном вкуса и не имело равных. Сегодня мы производим еще сыр, творог, сгущенное молоко и другие полезные молочные продукты. А также отвечаем за весь процесс производства. От закупа сырья до появления на полках магазинов. Масло, сыр, комбинат Тюкалинский. Сибирские продукты с любовью и заботой о здоровье. Таковы новости. Следующий выпуск смотрите в 17 часов. Ну а я с вами прощаюсь. Хорошего дня. Субтитры создавал DimaTorzok